Девушки отдыхают 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 Поем мы, Аллилуйя, поем мы, Аллилуйя, поем мы, Аллилуйя, огни победим. Победен ты, заславленной, Победен ты, привозит их сон, Победен ты, посвящий вечно живой, вечно живой. Во веки, во веки ты, расслаблен Бог. Во веки ты, ты разнесешь, во веки ты, нас вечно живой, вечно живой. Благодарим тебя, Отец. Ты вечно живой. Благодарим тебя, Отец. Благодарим нас, Духом Твоим, живущим в нас. Благодарим тебя за жизнь, которую ты дал нам, вечную жизнь, которую мы наследуем через веру. Благодарим тебя. В это воскресное утро, Господь, мы поклоняемся тебе. Мы превозносим твое святое драгоценное имя, Отец. Ты достоин всякой славы, ты достоин всякой хвалы и поклонения. Аминь. Аминь. Господь достоин славы. Аллилуйя. Жив Господь. Жив Господь и жива душа моя. Жив Господь и жива душа Твоя. Слава Иисусу. Церковь. Мы видим сегодня друг друга. Мы видим сегодня свет дня. Мы переживаем в поклонении Ему, Его присутствие. Разве это не богатство? Самое большое богатство, когда мы живы. Аминь. И еще здоровы. Повернись к кому-нибудь, скажи, я рад. Ты правильно сделал, что пришел в Дом Божий. Ты на правильном месте, знаешь. И присаживайтесь. Спасибо большое прославлению, всем левитам, служению. Прекрасное воскресное утро. И так драгоценно в воскресенье утром прийти в Дом Божий. Аминь. Просто войти в Его покой. В 26-м псалме Давид говорит, там в 4-м стихе, одного я просил у Господа. Одного я просил. Многие-многие просят многого. Но он говорит, я одного просил у Господа и только вот этого ищу. Знаете что? Вы знаете, кто читает Библию? Вы знаете, что там он просил у Господа? Давид. Вот что? Вот что бы ты попросил у Господа, да? Вот что бы ты попросил у Господа? Только одного. Мне как-то позавчера я разговаривал с дочерью, она говорит, вот папа, вот если бы Господь тебя спросил, что хочешь, что бы ты попросил? Я так задумался, потому что много чего надо. Давид говорит, я одного просил у Господа и не только я просил, а я прилагаю к этому усилию. То есть я этого ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни моей жизни. Братья и сестры, я желаю, чтобы во все дни вашей жизни, нашей жизни, нашим желанием и стремлением было пребывать в доме Господнем. Потому что в доме Господнем мы можем созерцать красоту его. И там он говорит, во все дни жизни мы, чтобы созерцать красоту его. И поклоняться, по-моему, да, святому имени его, или как там сказано? Ну ладно. Все друг другу простили. И вот в 91-м псалме, это не тема моей проповеди, я просто хочу, вот меня просили еще вместе всей церковью поприветствовать наших телезрителей, да, канала Вера 24. Мы, и камера хоть какая, но есть там, да, приветствуем вас всей церковью. Благодарим, что вы вместе с нами сегодня в нашем служении. Пусть Бог благословит вас там, где вы есть. И спасибо, что вы смотрите нас прямо сейчас. И вот Библия говорит в 91-м псалме, почему он так хотел быть в доме Господнем. Мы все время эти все три дня говорим о доме Божьем. Я вчера в завершительной проповеди говорил, что это самое драгоценное, что у нас есть, как второй дом, это дом Господен. Потому что, ну, все остальное меркнет, что в доме Господнем решается все для тебя. Когда, почему? Потому что дом Господен, это встреча с Ним. Когда ты с Ним встречаешься, все решается. Аминь? Это как знаешь, что ты встречаешься с кем-то важным в жизни, все решается. А? Аминь? Там ты передаешь письма, там пишешь через секретаря где-то или что-то, то оставляешь там заявки, тебе их регистрируют, все. Но ничего не происходит. Знаешь, что надо? Личная встреча. Пришел, лично увидел, глаза в глаза, все, определил, получил ответ. И вот он говорит в 91-м псалме, в 14-м стихе, что насажденные, и новый перевод говорит, то есть укорененные в завете. Насажденные, укорененные в завете, вот насажденные в доме Господнем. Они цветут. Посмотри на кого-то рядом, он скажет, ты цветешь. Ты цветущая. Ты цветущая лилия. Ты цветущий нарцисс. Халлелуя. Где цветут? Во дворах дома Божьего. Я гарантирую вам, вот пока вы бродите, кто человек, я имею в виду вас, кто-то бродит там, знаете, то там, то там, то та церковь не нравится, там не нравится, нигде не может найти себе покоя человек, и он, знаете, он заверший, вот заверший, нету цветения в нем. Понимаете? А когда ты пришел, укоренился в доме Божьем, в завете, ты цветешь. Аминь. И последнее. 51-й псалм, вот 10-й стих, знаете, как сказано. А я, как маслина зеленеющая в доме Божьем, в его присутствии, навсегда возложил надежды свои на любовь его неизменную. Это новый, в это и перевод. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божьего и кивяков, говорит синодальный перевод. Но мне вот больше нравится здесь. Я, как маслина зеленеющая в доме Божьем, в его присутствии, навсегда возложил надежды свои на любовь его неизменную. Его любовь неизменная. Аминь. Аминь. Жив Господь. Сегодня я хочу поделиться тем, что я, как бы, обещал вчера, о личной встрече. И тема моей проповеди, или моего послания, личная встреча определяет твое предназначение. Бытие, 32 глава, 24 стих и ниже, история о том, как Иаков встретился с Богом. И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари, и увидел, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, то есть Иакова, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое. Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человека удаливать будешь. И спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем. И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу. Я видел Бога лицом к лицу. И 35 глава той же книги «Бытие», 9 стих, 35 глава, 9 стих. И явился Бог Иаков по возвращении его из Месопотамии, и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Иаков. Отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль. И нарек ему имя Израиль. И сказал ему Бог, я Бог всемогущий. Плодись, умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих. Землю, которую я дам, дал Аврааму и Исааку, я дам тебе, и потомству твоему по тебе дам землю сию. И ушел от него Бог с места, на котором говорил ему. И поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей, и нарек Иаков имя, место, на котором говорил ему Бог, Вифиль. Вот это место в 35 главе определяет или характеризует назначение, определение жизни Иакова на земле. У каждого из нас есть определение. И у каждого абсолютно человека, который рожден свыше, есть предназначение. У каждого. Вот все мы, сидящие здесь, если вы рожденные свыше, у каждого из вас, у каждого из нас, у Бога есть предопределение. Первая книга Еремии. Первая книга пророка Еремии. В первой главе, да, в первой книге я сказал. В первой главе, по-моему, там в седьмом стихе сказано. «Прежде, чем образовались кости твои, во чреве матери твоей, я возлюбил тебя». Видите, прежде, нежели я образовал тебя во чреве матери, я познал тебя. Я познал тебя. Слово «познал» здесь означает «имел близкие, личные, интимные отношения». «И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народу поставил тебя». Это было сказано для Еремии. Определение для Еремии. «Поэтому, прежде, чем ты образован был во чреве матери, Господь говорит Слово Его, Он знал все дни твои, и все дни твои посчитал». Верите ли вы в это, что вы имеете предназначение в Боге? Верите ли вы, что у Бога есть сверхъестественный, определенный план для вашей судьбы? Если вы верите, мы должны войти в свое предназначение. И мы должны абсолютно получить то, что абсолютно запланировано Богом лично для нас. Читая историю Иакова, обращаясь к жизни Иакова, мы видим это на страницах книги Бытия, и мы видим очень многие различные переживания, которые прошел Иаков. Разные трудности. Хитрым способом он забрал благословение, я вчера немножко говорил, первородство забрал, убежал от Исава, разъяренного брата своего, который пытался или хотел его убить, да, он убежал к дяде своему Лавану, там Лаван нанял его на работу. На работе он работал за Рахиль. Так он работал 7 лет. Я обратил внимание вчера, читая просто это место, я обратил там внимание, если вы посмотрите в Библию, не буду сейчас его читать, но сказано, что Иаков 7 лет работал за Рахиль. Так назначил ему отец Рахили, то есть сам Лаван. Сказал, отработай 7 лет и получишь ее в жену. И он работал 7 лет, и Писание говорит, знаете, что там сказано? Что для Иакова 7 лет прошли как несколько дней. Потому что была одна единственная причина, почему так быстро пролетело время. Написано, потому что он сильно любил Рахиль. Знаете, когда служение Господу и проходит быстро, и благословенно, и радостно, чудесно, когда мы получаем удовлетворение, удовольствие. Знаете, когда? Когда мы любим. Знаете, когда мы хотим работать, трудиться, служить, когда мы любим. Верите? Иисус говорит Петру, Петр, ты любишь меня? После того, как он отрекся, помните? Постояние глава Иоанна. А он говорит, люблю Иисус, люблю. Он говорит, паси моих овец. Вот когда любишь, тогда паси. Вот когда любишь, тогда делай. И все, что сделано с любовью, оно будет иметь успех. Оно будет иметь стопроцентный результат. Потому что все, что в служении с любовью, да, написано, служите любовью друг к другу. Все, что ты исполняешь с радостью, вкладывая душу, то будет иметь самый положительный результат. И самый большой успех. Иоанков трудился, работал. Его обманули раз с женой. Да. Вот удивительный вопрос, удивительный момент. Как так Иоанков влип, конечно, но утром проснулся, арахили нет. Семь лет работал, потому что любил. Иоанков просыпается утром с другой женщиной, совершенно нелюбимой, старшей сестрой Лией. Иоанков говорит, в нас так не положено. Сначала выдаем старшую, потом отдаем младшую. Обманул его. Еще семь лет за Рахиль дальше работал. Он работал за Рахиль 14 лет получается. Получил, наконец, Рахиль. Еще шесть лет работал. За 20 лет написано, что дядя его, Лаван, ему менял награду, обманывал его 20 раз. То есть, каждый год зарплата была другой. Как вам это переживать, когда вы работаете на работе, и к концу года приходит директор и говорит, вам была назначена такая зарплата, а будет вот такая зарплата. Потом через год снова то же самое. Через год снова то же самое. Вы работаете 20 лет, и вам 20 лет меняют награду. Как это? Иоанков рассердился, наконец. Конечно, Бог его там благословлял. Писание говорит, что он поступал так, как Господь ему говорил. Там прутья подкладывал, то, другое, третье. Скот размножался. Он получал благословение. И дети рождались, и так дальше. Вот, наконец, он не выдержал. Он вышел. Ушел от своего дяди. Взял своих жен. Взял своих детей. И ушел от него. И вот, Писание говорит, что однажды, идя по пустыне, Иоанков остался один. Я вам скажу, братья и сестры, что иногда полезно нам побыть одному. Просто остаться одному, чтобы проанализировать, куда ты идешь. Остаться одному, чтобы понять, что происходит. Видите, что Писание говорит, остановитесь на путях ваших. И рассмотрите, где путь древний. И идите по нему. Люди бегают. Люди ходят. Люди устали. Люди блуждают. Как я уже сказал, то там, то там, то там и так дальше. И надо однажды остановиться и остаться одному с Богом. И Писание говорит, что Иаков остался один. Я понимаю, что Иаков устал. Устал от того, что он был Иаков. Устал от того, что он был Иаков. И Господу это не нравилось, что он был Иаков, потому что имя его в переводе означало, что он был лжец. Что он был лукавый. Что он был, ну вот такой в характере своем, которая не нравилась Господу. Вы знаете, что плотской характер не нравится Господу. И наш плотской характер не нравится Господу. Поэтому Дух Святой работает, чтобы преобразить нас в образ Божий. Амин. от славы в славу, как от Господня Духа. И вот Иаков остается один, и приходит Господь. Приходит к нему Господь, и Писание говорит, что Бог борется с Иаковом, не хочет Иаков сдаваться. И пришлось Господу надломать его бедро. Надломал ему бедро, и в конечном счете там происходит вот эта беседа, вот этот диалог, который становится судьбоносным для самого Иакова. Цель Бога для Иакова – быть благословением. Хочу вам сказать, цель Бога для тебя – быть благословением для других народов. Быть благословением для наших родных и близких. Быть благословением для наших родств. Благословением. Ты веришь, что ты в замысле Божьем являешься благословением для твоих близких, для твоей семьи, для твоего дома, для твоих работников, для твоих сотрудников, для твоих соседей. Везде, куда бы ни ступила нога твоя, в замысле Божьем, где бы ты ни был, ты благословение для народов. Аллелуя! Я, когда женился на Ленина, моей жене, то мама ее была неверующая, брат ее был неверующим, все родственники были неверующие. И мама сказала, если ты выйдешь замуж за этого американского шпиона, то я отрекусь от тебя, как от дочери. Я больше не признаю тебя, как дочь. Потому что она была такой коммунисткой, работала на секретном военном заводе, пропаганда сильно работала, она считала, что я американский шпион. Ну, как и сейчас многие считают нас верующих. Особенно у нас там, где православие сильный раз в Допскове, у нас там 53 храма православные в городе, они все считают нас американскими шпионами. Но, в конечном счете, когда она приехала, чтобы познакомиться, и когда прошло чуть-чуть определенное время, ей так понравилось. И хоть она была неверующая, на свадьбе она сказала, Господи, благословимые детей во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Это все, что она знала. Но она благословила. И в конечном итоге она получила спасение. Она получила спасение, она приняла Иисуса как личного спасителя в свою жизнь. И сейчас, он давно член церкви, читает Слово Божие, ходит в домашнюю группу и является благословением. Брат старший, которому я говорил о Господе, он говорит, пошел ты вон своим Богом. Сегодня член церкви. Любит Господа. Служит Господу. Братья и сестры, мы должны быть благословением. Если мы имеем откровение о предназначении Божьем для нашей жизни, мы будем благословением. Кто-нибудь может сказать громкое аминь? Скажи кому-нибудь рядом, ты являешься благословением в этой жизни, в этом мире для многих людей. Моисей, Моисей, Моисей был избран Богом. Где? Приличная встреча. Итак, Иаков приличная встреча получил предназначение Божье. Он получил абсолютную, ясную, понятную картину. Я нашел одну цитату вчера вечером, когда смотрел, и хочу вам ее прочитать сейчас. Дэвида Вилькарсона, который уже ушел в небеса, ну вот он сказал, Я постоянно слышу от молодых проповедников, от верующих по всей стране, что они отчаялись и не в силах найти свое место в служении. Вот мой совет для них. Перестаньте искать служение, а вместо этого посвятите свое время поискам Бога. И когда вы найдете Бога, когда вы будете иметь с Ним личную встречу, Он знает, где вас найти. И позовет вас, когда увидит, что вы готовы. Яков не был готов. Не был готов. Ему нужно было сменить имя. То есть, в духовном понимании, ему нужно было сменить характер. Ему нужно было другой характер. Ему не нужно было быть лжецом, обманщиком. Ему нужно быть таким изворотливым в жизни, оправдывающим себя. Ему нужно было быть Израилем, который станет благословением. Поэтому, когда Бог увидел Его, и Он боролся с Ним, и я вам скажу, не хотим мы преображений. Потому что преображение всегда приносит боль. В первом послании Коринфянам, в 11 главе, апостол Павел, мы сегодня будем слышать, наверное, это слово, когда мы будем вспоминать заповедь Господа Иисуса Христа, Его вечерю. Но я хочу сказать, там Павел говорит, «Я от самого Бога принял, что и вам передаю, от самого Господа принял то, что и вам сейчас передаю, что Иисус, который был взят в ту ночь, Он взял хлеб и преломил». Он взял хлеб, послушайте, Он взял хлеб и преломил. Но сначала там сказано, прежде чем преломил, благословил. Он взял хлеб и благословил. Скажите вместе со мной «взял». Скажите «благословил». Скажите «преломил». Скажите «раздал». Есть четыре вещи, которые вводят нас в наше предназначение. И если ты жаждешь исполнить волю Божью, вот иду я, чтобы исполнить волю Твою, Господи. Если ты сегодня рожден, и если ты сегодня рожден от Духа Божья, тебе абсолютно предстоит исполнить волю Божью, потому что тебя ожидают небеса. Аминь. Тебя ожидают небеса. И если тебя ожидают небеса, то знаете, однажды Волтасарь, царь, который был сыном на Вухданесеора, может, в каких-то... Я уже об этом говорил. Помните, да? Вот вспомните проповедь прошлого воскресенья. По-моему, я говорил это, да? Ты взвешен. Придет момент, когда тебе нужно будет дать отчет о твоем предназначении в жизни твоей. Что ты сделал? Как ты прошел твою жизнь? Исполнил ли ты то, что предназначено тебе небесами? Или ты искал своего? Потому что Павел говорит, каждый ищет своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Но если мы будем искать того, что угодно Богу, а не того, что угодно миру, или угодно нашей плоти, я гарантирую вам, что вы исполните предназначение Божие. Всполнить предназначение Божие вы обязательно пройдете четыре этапа. Это обязательно для каждого верующего. Это было обязательным для Иакова, это было обязательным для Моисея, это было обязательным для Еремии, это было обязательным для Иосифа, это было обязательным для Иисуса Христа, для апостола Павла, для апостола Петра и для каждого из нас. И мы сегодня говорим о рождении свыше, но я не буду как бы распространяться на эту тему, но я знаю, что Бог нас избрал. Кто из вас верит, что вы избраны? Вот я избран точно. Вы избраны или нет? Если вы избраны, значит вы особенные. Скажи так, положи руку на сердце и так скажи так в удовольствие, я особенный. Я очень особенный. Если еще рядом жена, так посмотри, скажи, ты понимаешь, что я очень особенный. Аллилуйя. И я особенный. Я иногда приходил со школы в слезах, потому что издевались, терзали всячески, смеялись, плевали, насмешки такие были. А я ребенок приходил домой, утыкался там лицом отцу, там живот, я не знаю, как достать было небольшого роста. Я говорил, вот так и так, папа. Он меня гладил по голове. Тогда еще было, почему так погладить, как бы. Сейчас то немножко, может и тормозить, а может наоборот, но не важно, да. И говорил, знаешь, он мне говорил, сынок, ты особенный. Я себе так думал, какой я особенный. Столько переживаний, столько слез, столько, ты особенный. Братья и сестры, мы особенный. Ты особенный. Я хочу себе утро тебе сегодня сказать, что ты особенный. Ты думаешь, какой я особенный. Ты особенный, потому что ты взят в удел. Ты взят Господом. Знаете, вот как этот хлеб, который мы будем сегодня брать, так точно Бог взял тебя из мира. И написано, что Он взял хлеб. Он взял тебя. Разве нет? Мы валялись в грехах, мы валялись в кровях, мы валялись в беззакониях наших. Разве не так? Но Бог по великой милости своей и любви своей спас нас. Не по делам праведности, но по великой своей любви спас Господь нас. Халлилуйя! Халлилуйя! Меня Господь оправдал. Меня Господь спас. Меня Господь искупил. Меня Господь крестил Святым Духом. Меня Господь избрал. Я избранный, значит отделенный. Я особенный для особого дела, для особой мечты Божьего сердца, для особого предназначения. Веришь? Если веришь, прими это в свое сердце. Прими. Кто бы ты ни был, ты думаешь, ты бедный, может, у тебя нету много денег. Это не вопрос финансов, это не вопрос твоего материального статуса, это не вопрос твоего роста, это не вопрос твоего заикания, это не вопрос твоего стеснения, это не вопрос, что ты боишься, стесняешься людей или так дальше. Дальше вопрос Божьего избрания, он удивительный, он не подлежит нашему мышлению, нашему пониманию. Берет Господь и все. Я смотрю на себя и думаю, кто я такой, что меня Господь избрал? Вообще кто я такой? Да никто вообще. Людей боялся, а Господь меня избрал. Аллилуйя, Бог тебя избрал. И Бог говорит Якову, вот он встретился с ним лично и говорит Якову, я тебя избираю. А Яков борется, говорит, я не хочу. Знаешь почему? Потому что избрание всегда требует изменения. Когда ты встречаешься с Богом, все меняется. И плоть вопиет и не хочет, а Дух гармонирует с небесами. И поэтому все должно приходить к изменению. Бог будет ломать нас. Бог насяк благословением с неба. Ты пришел к Господу, ты только покаялся. Какие чудеса происходят в твоей жизни? Вы замечали это? Кто из вас замечал, что когда вы пришли к Господу, были чудеса, вот происходили чудеса реальные. Какие они были? Незаслуженные. Ты удивлялся, Господи, почему такие чудеса? А потом, когда ты укоренялся в Господе, уже таких чудес не было. Жаль. Поэтому, посмотрите, Иисус берет и благословляет. Бог берет, встречается с Яковом и написано, благословил его там. Не хотел Яков, боролся. И Господь надломал его ребро. Благословил его там, надломав его ребро. Видите, чтобы быть полезными миру в понимании Божьего посланничества, то обязательно ты, Иаков, будешь преломлен. Ты будешь взят, ты будешь благословлен, но ты будешь преломлен. Потому что предназначение его исполнения в Божьей воле, в Божьих планах принесет тебе боль. Надломленное бедро – это боль. Знаете, в чем она выражена? В изменении твоих планов в жизни. Ты, как жил, распланировал себе вот так. И у тебя будет все в шоколаде, все красиво. Ты так распланировал в своем разуме и в своем понимании. Но когда приходит личная встреча с Богом, и когда Бог призывает тебя, все меняется. Боль. Ты будешь преломлен. И когда преломлен – боль. Я рассказывал вам о том, как Господь призвал меня с Америки. Это было больно. Это было больно для Иакова. Это было больно для Еремии. Нужно было у Еремии сидеть в колодце и скудно питаться хлебом и водой? Нет. Он этого не хотел. Даже Христос не хотел на крест. Но когда приходит предназначение Божьего исполнения в твою жизнь – не бойся боли, потому что после боли ты будешь роздан. Ты обязательно будешь роздан. Исайя претерпел боль, был роздан. Посмотрите, Моисей претерпел какую боль, чтобы быть розданным. Стал ли Иосиф благословением? Стал величайшим благословением. Как был Иосиф преломлен? Я уверен, ни я, ни кто из нас еще так не преломлен, как был преломлен Иосиф. Мы иногда думаем, что боль, которая приходит через служение Богу в исполнении Его предназначения в нашей жизни, она невыносима для нас боль. Но продавали ли вас лично братья? Продавали ли вас лично братья, которые были вашими братьями, которые были от одной утробы матери, которые жили в одном доме, которые ели один хлеб, которые разделяли свою жизнь, свою судьбу. Придавали ли вас когда-нибудь такие братья? Его продали. За 20 серебряников продали измельтянам. Обвиняли ли вас во лжи? Вы делали правильные вещи, а вас называли, что вы делаете ложь. Мы прощаемся со всеми телезрителями канала Вера 24. Халилюя. Пусть Бог благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok